Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. В Сочи за счет курортного сбора благоустроят набережные в центре и Лазаревском. Детали обсудили на общественном совете. Из Хостинской больницы эвакуировали сотрудников и пациентов. Там прошли учения. Сочинцы могут стерилизовать животных за полцены. В Краснодарском крае 25 февраля в ветклиниках пройдет акция. На старте солдаты. В Сочи прошло первенство города по легкой атлетике среди военнослужащих. Почти 40 миллиардов рублей на самые важные сферы жизни. О реализации национальных проектов в Краснодарском крае говорили на совещании у губернатора. В планах вовлечь как можно больше людей в малый бизнес и обеспечить жильем врачей. На совещание по реализации национальных проектов в крае вице-губернаторы и министры пришли с отчетами. В папках вся информация о выполнении поставленных задач. Глава региона, однако, акцентировал внимание не только на уже достигнутом, но и на том, что предстоит сделать. На воплощение в жизнь стратегических программ в этом году выделили почти 40 миллиардов рублей. Это в два раза больше, чем в прошлом году. И что важно, деньги уже доведены до муниципалитетов. Все для того, чтобы люди как можно быстрее ощутили изменения. Ряд проектов был организован раньше срока. Это культура, благоустройство, ремонт дорог, переселение из ветхого жилья. Друзья, это то, о чем я обычно не очень люблю говорить. Это не я должен говорить, и не мы должны говорить. Это люди должны говорить, что реально, как я уже не раз говорил, в окружающей жизни происходят реальные изменения. И все, что мы делаем, открыто и для общественников, и для, понятно, жителей, и для всех коллег. И депутатский корпус, я не раз просил, быть здесь активными и всех неравнодушных. Поэтому, пожалуйста, поручение это отразите. И давайте все вместе добиваться реализации национальных проектов. Качественно добиваться, качественно. Достойный уровень медицины, чистый воздух, комфортное жилье и безопасные дороги. Цели поставлены амбициозные. Чтобы полностью выполнить нацпроекты к 2024 году, в Краснодарском крае специально разработали региональные программы, которые охватывают практически все сферы жизни. На сегодняшний день на территории Краснодарского края реализуется 48 региональных проектов. По итогам 2019 года был показан успех практически по всем проектам. Более 450 социальных объектов, социально значимых результатов было создано в рамках реализации национальных проектов. Конечно, это демография, это здравоохранение, образование. Это то, что важно для каждого конкретного человека. Нацпроекты, по сути, дают возможность выделять дополнительные средства на стратегические направления – образование, экология и здравоохранение. Как раз в этой сфере было много хороших новостей – переоснащение и открытие новых больниц и поликлиник. Но в то же время наблюдается серьезный кадровый дефицит в медицинских сотрудниках. Если говорить об общем дефиците медицинского персонала, это и врачи, и средний медицинский персонал, то цифра на сегодняшний день приближается к 9 тысячам человек. Это реальная сегодня нехватка. У нас есть муниципальные образования, где высокая доля укомплектованности, такие, например, как Краснодар и Сочи. Есть муниципальные образования, где укомплектованность ниже 50%. Чтобы привлечь в небольшие населенные пункты специалистов, нужны социальные гарантии и, конечно, жилье. На Кубани только в этом году планируют закупить для врачей порядка 100 квартир. Однако полностью проблему это не закроет. Вениамин Кондратьев попросил своих заместителей ускориться и просчитать финансирование проекта по строительству в районах многоквартирных домов для медицинских сотрудников. Коллеги, здесь вопрос-то не в планах. Не в планах по обеспечению врачами на определенное количество населения. А вопрос-то в жизни. В жизни. Людям этот план все равно. Даже если у нас будет 100%, на 100%. Если в жизни не будет, когда они придут в поликлинику, либо в больницу специалиста-медика в той или иной сфере, им наши результаты плановые. Абсолютно ни к чему. Любому человеку, который попадет в любое лечебное учреждение. Прозвучало предложение. И, на мой взгляд, оно заслуживает особого внимания. Это реальная мера к 2024 году выполнить поручение президента Российской Федерации в рамках национальных проектов. Национальные проекты предполагают прорывное развитие во многих отраслях. Своего рода это рельсы в успешное будущее, на которые необходимо поставить всю экономику. И локомотивом здесь может выступить малый и средний бизнес. На сегодня в крае в этом направлении работают почти 750 тысяч человек, чего, конечно, недостаточно в регионе, где живут около 6 миллионов граждан. Мы должны увеличивать количество человек, которые заняты в малом, среднем бизнесе. И создавать условия для того, чтобы, особенно молодые люди, своей целью ставили создание своего семейного предприятия. Но мы должны создать условия, и они должны поверить в эти условия. Поверить в гарантии того, что они смогут создать свой бизнес малый и передать своим детям. Это задача сегодня. Не показатели занятности населения в малом, среднем бизнесе, а по-настоящему вовлеченность, особенно молодых людей, в малый, средний бизнес. Василий Александрович, здесь какая у нас причина? Почему мы не можем сделать молодежь до 35 лет своими сторонниками, чтобы они ставили свои задачи? Я с уверенностью могу сказать, мы вам докладывали, что все меры финансовой поддержки создания малого и среднего бизнеса в регионе созданы, и они действуют очень продуктивно и эффективно. Мы сейчас будем практиковать большую работу по кооперации среди малым, средним бизнесом и крупным предприятиям. Вот кооперация и муниципальные и государственные закупки, это тот же потенциал, тот резерв, в котором мы можем увеличить и улучшить и жизнь малого и среднего бизнеса, ну и, соответственно, и численность людей в них работающих. Давайте изучим сегодня все, что нам нужно, и если вдруг мы видим, что у нас не хватает компетенций, давайте их создадим из числа малого бизнеса. Ребят, которые зайдут в малый бизнес, средний бизнес, промониторьте уже все, что необходимо нам, кто нам нужен, представители никакого малого и среднего бизнеса, чтобы максимально закрыли полностью потребность в реализации национальных проектов в крае. Реализацию проектов на всех уровнях от правительства до муниципалитетов будут контролировать онлайн. Для этого разработают информационно-аналитическую систему. В Краснодарском крае к мониторингу подключится и Общероссийский народный фронт, что называется, на земле проследит за выполнением стратегических задач. В Сочи за счет средств курортного сбора благоустроят набережные центра Сочи и Лазаревского района. Об этом стало известно накануне на заседании Общественного совета по вопросам развития санаторно-курортного комплекса города. Проекты реконструкции набережных пока представили только членам совета, но окончательное решение о том, как будут выглядеть набережные, будут решать с учетом мнения сочинцев. Вот так после реконструкции будет выглядеть центральная набережная Лазаревского района Сочи. Благоустройство будет проходить в четыре этапа. Первый запланирован на конец года. Это реконструкция участка от улицы Колораша до Социалистической. В планах установка более 250 элементов благоустройства, озеленение, замена более 10 тысяч квадратных метров плитки, а также устройство дренажных и берегозащитных систем. А на набережные пансионата Гренада снесут причал. Это позволит расширить набережную и удлинить прогулочную зону. Проект реконструкции представили на заседании общественного совета по вопросам развития санаторно-курортного комплекса города. Масштабные инфраструктурные проекты при подготовке к Олимпийским играм были реализованы в первую очередь в Альдерском, Центральном и Хосинских районах. Считаем актуальным благоустройство территории Лазаревского района. Почему? Потому что на сегодняшний день каждый из вас видит инфраструктуру, и инфраструктура наших въездных ворот, так называемых, со стороны Краснодарского края, они находятся в не сильно хороших расстояниях. Было отмечено, параллельно разрабатывается и альтернативный вариант благоустройства набережной в Лазаревском районе. Сегодня первое общественное публичное обсуждение – это проекты, которые требуют доработки, которые требуют учета мнений, прежде всего, жителей, горожан, для того, чтобы видеть то, как мы хотели бы, чтобы выглядели наши набережные, чтобы выглядела зона променада. Вот эти проекты пройдут широкое общественное обсуждение, и только после этого приступят к их реализации. Набережную в Лазаревском благоустроят за счет средств курортного сбора. Сейчас в копилке 275 миллионов. Деньги направят и на реконструкцию набережной в центральном районе города. После строительства моста через реку Сочи это будет единый променад от ривьеры до цирка. Основная задача на первом этапе – это максимально открыть вид на море. Это работа многоплановая, и вы сами без меня знаете количество объектов, которые находятся на этой территории. С каждым из них будет вестись соответствующая работа по закону, подчеркиваю, по закону. Люди едут смотреть на море. Вы это все прекрасно знаете. На центральной набережной, естественно, болевые точки – это те строения, которые сегодня закрывают вид на море. Если мы говорим о том, что левая сторона – это торговые точки общепит, то правая сторона, которая закрывает, есть те строения, которые закрывают вид на море. По поручению главы мы должны освободить всю эту правую часть. Работа с собственниками торговых точек уже дает результаты. На верхней набережной ривьеры, например, уже снесли более 30 ларьков. Теперь там благоустраивают сквер. Обсудили на заседании общественного совета и планы на предстоящий летний сезон. В связи с ситуацией с коронавирусом гостей из Азии в Сочи ждать не приходится. Ставка не только на внутренний туризм. Отдыхать в Сочи приедут гости из Израиля. В прошлом году, например, цифра более 65 тысяч человек. Ждут и туристов из стран Персидского залива. К нам уже летают самолеты из Дубая. Разработан проект по организации чартерных рейсов для путешественников из Саудовской Аравии и Бахрейна. Особо было отмечено, что активнее рекламировать нужно медицинские и бальнеологические возможности курорта. Скоро специалистов в этой области в Сочи станет больше. Мэрия курорта и Сочинский госуниверситет готовят письмо в Миноборнауки России с предложением создать кафедру медицинского направления. В Третьей горбольнице Сочи по тревоге эвакуировали пациентов и медперсонал. Причина – небольшое возгорание в одном из помещений. Пожар и возникновение других аварий техногенного характера спровоцировало выдуманное землетрясение. А роль пострадавших с успехом сыграли сотрудники спасательных служб города. По такой легенде в больнице прошли учения. Продолжит Татьяна Говоркова. Во сирену Третьей горбольницы сегодня мог насторожить разве что случайного прохожего. Пациенты и медперсонал о проведении учений знали заранее. Поэтому не в широких коридорах лечебницы было как никогда просторно. Увидеть можно было разве что тех, кто задействован в тренировке. Внимание! Учебная пожарная тревюка. Семь немедленно покинут здание, используя эвакуационные выходы. На момент учений в больнице находилось 230 человек. Массовой эвакуации не было, а боку лежачих пациентов не нарушали. Сама работа руководителей звеньев, руководителей отделения. Сегодня была руководством города оценена как положительное. Все отработали, все к этому, можно сказать, готовились. Если потребуется эвакуировать пациентов из реанимационного отделения, в больнице есть лифт, есть отдельный эвакуационный выход именно из реанимационного отделения. Есть силы и средства для того, чтобы этих пациентов на носилочных каталках вывезти из помещения. В учениях по ликвидации последствий аварии техногенного характера, как правило, произошедших в результате землетрясения, задействованы все силы и средства города, начиная от спасателей до сотрудников коммунальных служб. 36 единиц техники, приблизительно 89-90 человек личного состава. Кроме того, мы задействовали здесь помощь дорожных служб. Казалось бы, где дорожные службы и ликвидация последствий. Однако, есть очень хорошая машина, которая при отсутствии воды снабжения у пожарных может подключаться к этой бочке. Подготовлен личный состав и самой больницы, и наши РСЧС получили практику дальнейших действий в своей. Такие тренировки в учебных заведениях, больницах и других социально значимых организациях проводятся регулярно. Так отрабатываются вопросы взаимодействия населения и сотрудников в случае возникновения ЧАЭС. Следующие учения запланированы на 16 марта. Они пройдут в 27-й школе в Адлере. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. В вещах-трансформерах через границу служебная собака помогла найти 210 пачек сигарет, которые пытались пронести на себе жительницы Абхазии. Оказалось, что под верхней одеждой на теле женщиной с помощью скотча были закреплены 110 пачек сигарет. В этот же день собака помогла задержать еще одну женщину, у которой под кофтой и юбкой нашли 100 пачек. В следующие дни были остановлены еще две дамы и двое мужчин, объемы тела которых вызвали подозрения у таможенников. Каждый под одеждой прятал партии табака. Для этого в вещах были сделаны специальные разрезы и полости. Все это планировалось продать в Сочи. Некоторые из нарушителей попадаются уже не первый раз. Товар изъят, возбуждены дела в административных правонарушениях. Сочинцы смогут стерилизовать животных со скидкой до 50%. В Краснодарском крае 25 февраля пройдет акция по стерилизации домашних животных. Животное 25 февраля можно привезти в государственную ветеринарную клинику, где ему сделают операцию по кастрации и стерилизации со скидкой. В акции будут участвовать 20 ветлечебниц во всех муниципалитетах края, в том числе и в Сочи. В нашем городе государственная ветлечебница находится на улице Пластунской. Полный список клиник и подробностей акции можно посмотреть на сайте kubanvet.ru. В департаменте ветеринарии Краснодарского края рассказали, что скидка в среднем по краю составляет 30-50% от стоимости по приискуранту. Для участия в акции необходима предварительная запись по телефону учреждения. Также в департаменте уточнили, что один человек может привезти только одно животное. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. И к другим новостям. Они стоят на защите мира и порядка, оберегают границы России и отстаивают ее интересы вдали от Родины. В Центральном концертном зале Краснодара действующих военнослужащих и тех, кто уже в запасе в преддверии 23 февраля поздравил губернатор Краснодарского края. Ветераны и труженики тыла сегодня заняли первые места зрительного зала. Глава Кубани вручил им памятные медали, выпущенные специально к 75-летию Великой Победы. Защитников Отечества Вениамин Кондратьев поздравил лично, спустившись со сцены. Губернатор отметил, что мы всегда обязаны чтить память тех, кто отдал свои жизни ради Родины. Сохранить правду о победе и не дать ее переписать – наш святой долг. Когда я вручал медали, я смотрел в глаза награжденных. Им уже не сказать, что много лет, но немало точно. И все они сказали фразу «служу своему Отечеству». Давайте просто будем их достойны, чтобы до последнего вздоха служить своему Отечеству, в своей Родине служить. Она нуждается в нас, в защитниках, потому что других защитников у страны нет и у Кубани нет. Давайте помнить то, что в нас их гены и их кровь. В нас. И мы на самом деле потомки этого великого поколения. И мы не можем быть хуже. Мы не можем постромить их. Давайте оставаться единым, мощным народом. Понимать, что это незримая нить потомков народа-победителя, народа-освободителя. Она нас всех связывает. Всех. Не дай Бог нам эту нить разорвать. Губернатор поблагодарил всех, кто выбрал в своей профессии защиту Родины. По его словам, в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне День защитника Отечества обретает особый смысл. Официальная часть продолжилась большим праздничным концертом. А мы продолжаем наш проект «Календарь Победы». 20 февраля 1945-го Красная армия вела бои южнее Данцига. Сейчас это город Гданск. Наши войска с боем заняли более 50 населенных пунктов. Противник все чаще бросает в бой юнкеров офицерских училищ, стремясь задержать продвижение советских войск. Пример героизма показали наши пулеметчики. Газета «Красная звезда» сообщает о лейтенанте Дормидонтове. Раненый в голову, обливаясь кровью, он вел прицельный огонь, защищая высоту. К 27-й годовщине Красной армии открылась выставка работ художников частей местной противовоздушной обороны. 150 произведений живописи отражали боевую деятельность защитников. На Украину начинают возвращать сельхозтехнику, которую увезли немецко-румынские захватчики. Газета «Правда» сообщает о двух эшелонах, которые доставили из Румынии 40 тракторов, 126 тракторных плугов, 47 сейлок и другой инвентарь. 20 февраля ушел из жизни автор песни «Священная война». Песню, под которую добровольцы уходили на фронт, Василий Лебедев-Кумач написал в 1941-м, когда стало известно о нападении гитлеровцев. В победу поэт внес вклад не только творчеством, но и непосредственно участием в военных действиях в рядах военно-морского флота. Лебедев-Кумач пришел с войны, награжденный тремя орденами и несколькими медалями. Однако в последующие годы его здоровье заметно пошатнулось. Он перенес несколько инфарктов и умер в 1949 году. 20 февраля родился генерал-майор, герой Советского Союза Лев Даватор. За его голову Гитлер даже назначил награду. Во время войны Даватор сразу показал себя отличным командиром. В августе 1941-го возглавил отдельную кавалерийскую группу на Западном фронте, которая под его руководством сумела прорваться во вражеский тыл. За две недели казаки-кавалеристы уничтожили более 2000 немецких солдат. 9 танков, около 200 машин. За эту операцию Лев Даватор получил звание генерал-майора и орден Ленина. Позже на базе группы был сформирован 3-й кавалерийский корпус, который участвовал в обороне под Ржевом, прикрывая подступы к Москве. Воины Даватора участвовали в тяжелых оборонительных боях на реке Меже и Лами, на Волоколамском направлении в районе Крюково. Генерал-майор всегда лично посещал части корпуса, чтобы поддержать боевой дух солдат. В декабре 1941-го Даватор решил осмотреть позиции противника, но неудачно был замечен немцами. Даватора смертельно ранило пулеметной очередью. В честь него названо множество улиц и школ, проводятся спортивные соревнования. И спустя 75 лет после Великой Победы стало возможным найти документы из-за хоронения сочинцев, которые погибли, будучи узниками фашистских концлагерей. Карточки 170 пленных уже расшифрованы и переданы Республикой Абхазия главе города Сочи Алексею Копайгородскому. Две сочинские семьи получат карточки своих героев уже в ближайшее время. Остальные семьи будет искать фонд «Воин-интернационалист». Документы есть, а статус солдата остался пропавшим без вести. Но, согласно этих документов, все эти воины погибли в концлагерях немецких фашистов. Спустя 75 лет со дня Великой Победы осталось множество вопросов и мало ответов. Но теперь, благодаря новому проекту, оказалось возможным найти не только документы пропавшего без вести родственника, но и его место захоронения. Российские школьники, в том числе юно-армейцы, ведут работу по восстановлению памяти и имен погибших узников фашистских концлагерей. Но все это зашифровано вот в этих документах внутри. По последним данным, абхазскими волонтерами найдены документы и места захоронения 170 солдат со статусом без вести пропавших. Уже найдено две семьи, которым будут переданы карточки солдат. В Сочи состоялась торжественная передача документов представителям администрации Сочи. Мэр города Алексей Копайгородский принял в дар от народа Республики Абхазия карточки сочинских военнопленных. 170 миллионов тех людей, которые пропали местности в фашистских лагерях. Эта работа проделана, и теперь мы это все передаем в Российский фонд. Наш вольный, это националисты, которые проведут серьезную работу с семьями. И они сделают так, чтобы в нашей истории станет меньше белых пятен. Этот документ Великой Отечественной войны – часть истории. Теперь воспитанники сочинского фонда «Воин-интернационалист» в поиске семей без вести пропавших солдат. Среди сочинских юнормейцев одна из учениц уже смогла найти карточки своего родственника. Одна из моих воспитанниц, которая занимается поиском, нашла своего родственника благодаря этому поиску. То есть у нас уже есть один боец, которого мы нашли. В карточках указана дата рождения пленного, семейное положение, имена детей, отпечаток пальца, дата и даже время смерти. Наличие тех или иных данных зависит от того, где именно находился пленный. В каждом концлагере была своя система сбора информации о бузниках. Оказывается, есть очень такие малоизвестные сайты, на которых опубликована информация. Просто для того, чтобы ее оттуда вытащить, необходимы определенные знания. И когда мы стали более кропотливо в этом отношении работать, мы нашли. И я думаю, что на Сочи мы не остановимся, потому что здесь есть люди, которые приехали с разных городов. И я думаю, что им тоже будет интересно найти своего родственника в другом городе. Работа над поиском документов абхазскими добровольцами длится уже 4 года. Теперь помощь оказывают и сочинские активисты. Кроме того, что мы готовили эти документы, мы уже занимались поисками. И здесь сегодня находится, например, уже установлена судьба солдата, который проживал в Варлерском районе по фамилии Чумбукря. Дальше речь идет о семье Варальджан. И вот так дальше эта география поисков будет расширяться. В дальнейшем планируется развивать проект не только в пределах Сочи и Абхазии, но и по всей России и за ее пределами. Инга Габешия, телекомпания ФКТ. Военные части Сочи соревновались в скорости и выносливости. На центральном стадионе сегодня прошло первенство города по легкой атлетике, посвященное Дню Защитника Отечества. Сильнейших определяли среди пограничников, росгвардейцев, а также солдат, служащих в железнодорожных войсках и войсках ПВО. Солдаты, проходящие в Сочи срочную службу, соревновались в подтягивании, беге и эстафетах. Как оказалось, со спортом дружат все участники соревнований. В воинских частях активно развивают систему физподготовки. У них, естественно, утренняя зарядка обязательно, у них обязательные кроссы, у них обязательное подтягивание, метание гранаты, стрельба. То есть все то, что входит в комплекс готов труду и обороны страны. А здесь они уже соревнуются, как же они выглядят на уровне своих соперников из других воинских частей. Спорт в армии на одном из первых мест по досугу. Кстати, за него доплачивают контрактникам. Срочники выезжают на соревнования. Каждое утро солдаты делают зарядку, а каждое воскресенье проводятся спортивно-массовые мероприятия. Для начала это проверка самого себя. А вот потом уже идет как и рейтинг части, репутации. Рад, что здесь так часто проводится. Уже третий раз выезжаю на спортивные мероприятия. Хоть я и тут два месяца всего лишь. Всю жизнь занимался кикбоксингом, боксом, бегом. Вот тут буду выступать на 100 метров, как бы быстро бегаю. Хочу проверить себя. Давно не бегал. И, ну, как получится, выступлю. Хочу порадовать свою часть, своих командиров. В итоге росгвардейцы из воинской части 3662 порадовали своих командиров серебряными медалями. Золото у пограничников. Это воинская часть 2396. Третье место заняли железнодорожники из воинской части 98544. Завтра такое же соревнование, посвященное Дню защитника Отечества, первая спортшкола проведет среди сочинских школьников. Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Ну и на этом я с вами прощаюсь. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билайн» на 76-й. А также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и сообществе ВКонтакте. Ну и заходите на наш канал в Ютюбе «Говорит Сочи». В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. День рождения Субтитры создавал DimaTorzok